Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. С ночи на четверг 11 января 2018 года на столицу Казахстана, Астану, обрушилась снежная буря. Непогода нарушила авиасообщение. Временно закрыт международный аэропорт столицы. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. В некоторых районах видимость составляет 50 метров. Для школьников и студентов первого-второго курса в колледжей отменены занятия. История показывает, что даже метель может помочь людям раскрыть сердца навстречу друг другу. Так, 15 марта 2013 года циклон Хавьер принес на территорию Беларуси сильные снегопады. Образовались многокилометровые пробки. Мало кто был подготовлен к таким событиям. Чтобы добраться домой, люди вынуждены были идти пешком через снежные сугробы или дожидаться в машинах, когда им смогут помочь. Люди сами организовали горячие линии в социальных сетях, на интернет-порталах и радио, где координировали работу волонтеров, сообщали о состоянии дорог и местах, где была необходима помощь. Люди делали все возможное в своем городе, районе или поселке. Предлагали горячую еду и питье, теплую одежду и пледы, подзарядку телефонов, канистры с бензином и ночлег. Выезжали на внедорожниках для оказания помощи, передавали деньги на покупку бензина или пополняли мобильные номера пострадавшим. Помогали выталкивать и откапывать от снега автомобили. Тем, кто не мог добраться домой, в городе Минск были организованы пункты обогрева, питания и ночлега. Все в руках самих людей. И то, чем обернется для нас любая ситуация, зависит лишь от нашего личного выбора. Мы все одинаковы по своей природе. Все мы хотим мира. И если каждый примет решение твердо стать на путь внутренних изменений в сторону добра, изменится и все общество. Как говорится в книге Анастасии Новых «АллатРа» Истинная, духовная сторона человека по отношению к обществу проявляется в искреннем намерении и бескорыстном действии его во благо общества. Объединившись в таком намерении, люди смогут достичь большего и создать условия для формирования качественно новой цивилизации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова